наш фир продолжает программа свободная тема и автор ведущий борис игре здравствуйте борис добрый день сергей здравствуйте всем предлагаю поговорить сегодня географических названиях в этом казалось бы ничего интересного но я обнаружил масса любопытного и так начнем если глянуть на географическую карту американского континента именно континента я не оговорился то можно увидеть много интересного и удивительного многое как бы скрыто потому что многое стало настолько превысным что мы не замечаем пентимента пентимента если можно слово незнакомое не думаю что все наши радиослушатели знают что это такое могли бы немножко пояснить пентимента из на существует двух видов значит изначально это была надпись например подпись художника на картине которая в дальнейшем по каким-то причинам была закрашена под новым слоем картины или еще по каким-то другим причинам но бывали пентименты по интереснее например на некоторых скульптурах скульптор оставляли скрытые собственные портреты и вы же великолепны запретил микеланджело оставлять на его статуя свой автопортрет так микеланджело умудрился так его спрятать свой портрет на статуи великого медици что его обнаружили только во второй половине 20 20 века вот что такое пентимента и так так что я предлагаю глянуть на то что скрыто под своем привычного и посмотреть так сказать на пентимента географической карты а интересного под потиной времени скрывается много итак начнем название стран на карте американского континента можно поделить на две группы название привнесенные европейцами и местные имена которые нам достались в наследство от индейских племен так начнем с южного с южной части нашего континента то что при называть южная америка значит какие названия привнесли европейцы это аргентина это коста-рика это сальвадор и это гондурас несмотря на то что гондурас звучит вроде как индейское слово но нет это привнесли европейцы но с аргентиной все понятно когда конкиска конкистадоры приплыли в государство которое теперь называется аргентина то на берегах якобы они свидетельствовали на берегах реки рио-дома-плата они обнаружили довольно много серебра в результате чего и название эта страна получила аргентина от латинского слова аргентом серебро или скажем коста-рика за понятное слово совершенно как по английски cost of rich то есть богатая берега немножко сложнее вот у нас получается история например с названием гондурас сделала вот чем вот что я обнаружил когда корабли христофора колумба подплыли к берегам страны которая теперь называется гондурас тут и бросили там якорь что называется то они пережили страшную бурю когда буря закончилась то якобы христофор колумб воскликнулся вознеся так сказать мольбу господи слава тебе господи мы избежали этих глубин дело вот чем значит существует два две версии либо гондурас от слова от испанского слова гондурас то есть глубины либо фандорас то есть якорные стоянки вот одно из двух выбирайте любое но тем не менее страна называется гондурас и присвоим это и присвоим это название христофор кому ну и так далее и тому подобное есть и другие как я уже упоминал европейские названия сальвадор но это это очевидно даже объяснять на святой сальвадор а вот скажем другие страны например венесуэла который сейчас является просто притча его языца она возникла довольно любопытно и вот каким образом когда испанская экспедиция под новинством амонса до хеда приплыла то что теперь называется венесуэльский залив то штурман который сопровождал эту экспедицию штурман который нарисовал карту обеих америк я чуть-чуть позже скажу как его звали родом из из венеции увидел эти дома индейцев которые они построили в этом заливе на сваях то он воскликнул так это же маленькая это же маленькая венеция то есть вообще так говоря америго виспусе произнес венезиома маленькая венеция и так это название прилип мы к этому государству и так мы его и называем вот то что я хотел каратенечко так сказать об том что о тех нас о тех государствах которые стали называться благодаря вторжению европейцев на американский континент но еще можно сказать о венесуэле только то что она изначально входила великую колумбию а уже выделилась 1830 году из великой колумбии названы в честь кристофора коломбы естественно в самостоятельное государство приняли свою конституцию и так далее на которой сейчас вот покушается так вот ну и есть целая группа стран на американском континенте название которых нам досталось от индейцев например куба это как как раз тот самый первый остров у которого припарковался можно сказать бросился бросим свои якоря христофор колумб в переводе с индейского языка таинов это название куба надо перевести как молодородная земля но с другой стороны существует и еще одна версия по которой загадочная личность христофор колумб который неизвестно где родился то ли то ли в италии то ли в испании то ли в португалии то ли еще где то то ли был христианином то ли был евреем да никто не знает в конце концов до сих пор где он по настоящему похоронен в испании или все-таки в южной америке существует две официальные гробницы этого человека так вот я почему вспомнил айвоз а его странностях потому что в португалии а существует такая версия что колумбом агентом португальского влияния в испанском королевстве в португалии есть такой город который так называется куба вот то что я хотел сказать о европе и о том о тех странах в южной америке которые так сказать несут в себе европейское влияние но еще целый ряд государств целый ряд государств о которых не менее интересно рассказать и которые безусловно которые безусловно несут своих названиях и индейское наследование вот совсем недавно был чемпионат мира по футболу который россия очень даже неплохо провела на территории своей страны так я друг мой сергей очень переживал за страну под названием уругвай просто по одной просто по той причине что мне всегда нравилось это название а перевести его это название на русский язык с языка индейцев гуаране надо как река разноцветных птиц и именно поэтому их отдал свое предпочтение футбольной команде этого государства кстати они очень неплохо играли но помимо уругвая есть еще и другие страны которые несут в себе наследие инди индийских племен например гватемала который с ацтекского языка мы должны перевести как место где много деревьев так называли это местность воины индейцы которые сопровождали конкистадора кортеса должен сказать что помимо уже упомянутых еще такая страна ну эквадор эквадор понятно это европейцы так назвали это государство распал потому так и называется что расположена вдоль экваториальной линии как раз вот там южной америки а еще такое государство парагвай который которые называют сердцем южной америки государства не имеющие выхода ни к одному из двух океанов вот парагвай мы должны перевести как стран как государство богатое государство она граничит с аргентиной она граничит с бразилии но школе упомянул бразилию то давайте кое-что об этом государстве с таким названием бразилия расскажем существует кстати говоря отметим что бразилия это единственное государство на территориях обоих американских континентов я сказал в начале я говорил что это континент сейчас оговорюсь что это континенты и а потом скажу почему я так так вот это единственное государство на территории обоих американских континентов где говорят на португальском языке это пожалуй единственное государство по названию которого существует три версии значит начну с наименее вероятной великий великий арабский завоеватель свое время откусил громадный кусок плодородного иберийского полуострова который теперь называется андалусия так вот его одно из произношений имени этого завоевателя звучит как как бразил значит и он там организовал свой этот самый магриб еще в восьмом веке звали этого человека бишер аль кушери немножко попозже там построили так вот англичане по каким-то причинам его называли бразил и якобы это имя перекочевала потом на название государства бразили не знаю не знаю я в это слабо верю по моему это просто такое звуковое совпадение но может быть кто знает есть еще одно есть еще одно объяснение возникновение этого названия в ранних ирландских мифах существовали такие легенды об острове блаженных на ирландском языке значит это имеет два названия либо о бразил либо хай бразил никто не знал значит где этот остров блаженных расположен на ранние картографы располагали этот священный ирландский остров где-то в районе азорских островов но по мере того как начались вот великие путешествия великие географические открытия и горизонты человечества в первую очередь европейцев стали расширяться то вот этот остров блаженных начал смещаться на юго-запад от азорских островов туда в сторону бразилии современной и в конце концов каким-то загадочным образом этот остров слился с государством бразилия вот это второе объяснение возникновение этого названия но существует еще и третье значит здесь я хочу сказать следующее что в русском языке есть такое устоявшиеся словосочетание огненная бразильская самбо который пляшет вот на этих самых карнавалах и куда люди специально со всего света приезжают то посмотреть так вот я утверждаю что это словосочетание своеобразные тавтологи все равно что сказать масло масляное сейчас объясню почему и так насчет в португальском языке насчет эту страну когда-то называли терра до бразил то есть земля бразилии а бразилия свою очередь значит это вот что такое есть в русском языке есть такое понятие цезальпиния ежовая это такое растение с огненными цветками так вот то терра до бразил если так вот перевести ну дословно что ли то это будет надо перевести не просто как вот устоявшиеся название бразилии а земля этих самых цезальпинии цезальпинии еще называют по-португальски называют пау-бразил а последняя пау-бразил это является производным от свою очередь от латинского лигном бразилиум бразилиум то есть уголек красный как уголек таким образом ехать объясняю что вот это устоявшиеся словосочетание своего рода ну тавтология потому что вот это все равно как сказать на есть огненные огни дважды подряд только разными словами ну скажу еще следующее что свое время когда еще делал часть своей диссертации на химфаке мгу на кафедре теоретической органической химии нас заставляли читать научную литературу по меньшей мере на двух языках я страшно гордился что мог читать не только на двух этих языках которые нам в обязательном порядке надо было но уметь читать литература но и скажем на японском в том числе однажды мне попалась статья какая-то уж не помню о чем на португальском языке так я аж взял самоучитель и словарь для того чтобы познать этот язык хоть ну хоть немножко а в соседней лаборатории у меня работал друг товарищ сам родом из перу и когда я хуана сказал слушай я научился немножко говорит по-португальски и произнес какую цикар ментальную фразу из самоучителя типа ножом шрушишь типа того что мы русские а он не в ответ сказал горит знаешь что борис своим произношением лучше учить испанский вот так что мы познания португальском остались очень вполне ограниченными но вспомнил я об этом не для того чтобы похвастаться для того чтобы начать свой коротенький рассказ о стране перу поскольку этот самый мой товарищ как раз оттуда и был между прочим отметим что здесь в чикаго я встретил 7 человек с этой самой кафедры 7 человек сергей и все мозговитые такие ребята ну а теперь еще несколько слов о перу здесь тоже все непросто между прочим существует по меньшей мере 2 по меньшей мере две версии названия перу с одной стороны перу это река который индейцы называли перу что и переводится как вот река это река которая впадает в тихий океан одно как я уже сказал существует по меньшей мере две канонические версии призна возникновение этого названия я уже сказал существует и другое значит есть версия которая говорит носит следующее перу назвали так что потому что на языке кетчуа это одно из племен вот этих вот индейцев конгломератов индейских племен инков обознать перу слово перу обозначает изобилие богатство и между прочим и опять таки должен вернуться государство которое испанцы назвали коста-рика а назвали они вот так потому что на индейцах которые высыпали встречать этих белых людей было полным полно на них было полным полно навешано золотых украшений именно поэтому они назвали испанцы этот это побережье это государство в дальнейшем коста-рика они думали что там золото много а нет это золото эти самые индейцы выменивали как раз вот у инков оттуда пришли оттуда пришло так сказать экспортное исполнение этих золотых золотых украшений ну так вот а богатым они его называли по другому еще можно перевести плодородная земля именно оттуда испанцы перевезли в европу такие культуры как картофель и томаты а уж оттуда уже из испания эти две культуры начали свое победное шествие по всей европе россии до перекочевали и в азии в том числе между прочим отметим что томат изначально выращивали просто как культурные садовые растения почему-то не думали что их можно есть тем не менее этого случилось так вот значит оттуда перевез перевезли массу культур кстати там те же самые индейцы выращивали еще бабы маис а также хлопок и табак так что земля в перу действительно богатая помимо всего прочего там еще полным полно металлов и в первую очередь медь кстати отметим господа если у вас есть пенсионные фонды и если вы будете разговаривать со своими брокерами и если маркет пойдет вниз рекомендую покупать стаки медных производств например саузер капор и так далее потому что как только маркет падает то медь в свою очередь всегда растет всегда растет без всяких исключений ну вот столицей перу является город под названием лима хочу еще сделать коротенькое литературное отступление у меня есть знакома которая живет во франции так вот однажды им на лекции их профессор сказал он пошутил конечно что озеро титикако самое высокогорное судоходное озеро в мире расположен она расположена как раз в перу называется титикака так профессор пошутил что это японское слово обозначающие папа и мамы нет это не так это далеко не так хотя звучит действительно немножко по-японски дело в том что какое бы чтение японских иероглифов папа или маму мы не взяли он или кунная она не будет звучать так как звучит название этого озера а озеро это так называется вот почему озеро титикака это значит скала пумы а пума было священное животное у индейцев инков да и само озеро очень любопытное не так давно в конце прошлого века насет там ну как в конце скорее в середине дед 60-х годах там на дне этого озера обнаружили святилище огромное просто огромное насет в длину она больше 200 метров это святилище храм как угодно называете а в ширину больше 50 то есть это огромная огромная бы был комплекс зданий который не знаю по каким причинам все погрузилось под 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 поверхность этого самого высокогорного и самого садоходного озера в мире который чрезвычайно ценна связь с тем что надвигается время когда мы не будет человечестве не человечеству не будет хватать пресной воды такие вот природные резервуары пресной воды они не так уж и они будут очень ценны вот эти наши цепь великих озер носи на североамериканской части американского континента или байкал это все такие природные богатства которые сейчас даже сложно переоценить кроме того на этом озере находится священный остров бога солнца которые нам известен например по путешествиям турах и ирдала я имею ввиду контики контики вера кочи и все это именно от оттуда от индейцев инков это все именно оттуда вот недалеко все эти светились и располагались рядышком или посредине этого озера священного значит там еще одно любопытное замечание просто чтобы вам было интересно где-то там спрятан один из самых больших лабиринтов именно там в государстве перу это не только вот критский лабиринт или лабиринта великих пирамид но и там в перу тоже есть именно там якобы контики вера кочи спрятал свою капсулу каменную капсулу с с посланием будущему будущим наследником будущему человечества но найти это не просто думаю что еще много-много будет сломано копий много воды утечет пока найдут эту капсулу вот картинка то о чем я хотел рассказать глядя на карта южной америки ну что рекламная пауза давай мы сделаем небольшой перерыв до после чего вернемся и продолжим с удовольствием возвращаемся в программу свободная тема автор ведущий борис игры пожалуйста еще раз добрый день ну что теперь поговорим о северном о северной америке как известно соединенные штаты америки ограничен всего с двумя государствами правда большими на юге с мексикой а на севере с канадой вот по поводу канады по поводу возникновения названия все нашего северного соседа а именно канада существует всего одна версия а именно в 1534 году жак де кортье начал исследование вот этой части французской французской в то время французской части канады и столкнулся с местными жителями недалеко от не далеко от реки святого лаврентия а поскольку он сам не говорил ни на одном из иракетских языков а индейцы в свою очередь не понимали французского и не говорили по-английски то у них вышло недопонимание короче говоря кортье он многократно спрашивал местных жителей как называется эта страна а они не вполне понимая что он хочет несмотря на бурную жестик жестикуляция показывали рукой в сторону и говорили вот там вот там вот там наш город и произнося с произнося слова каната дальнейшем это племя исчезла ну в результате военных столкновений как с северными соседями так и с южными иракезами но на название как слово которое они произносили каната досталось наследству целому целому огромному государству которую мы называем канады с нашим южным соседам далеко все не так просто существует по меньшей мере три канонические версии возникновения названия мехико значит одна из них носит следующее что название это посвящено богине меткель который мектли который является богиней растения агава а из агавы индейцы и ацтеки и другие делали много чего во первых они его употребляли в пищу кроме того из агавы они делали ткани и фактически агава их одевала кроме того из агавы они делали всякие хмельные напитки типа пива ну и многие из нас пробовали текила который тоже производят из агавы а современ а сироп который применяется вода за место сахара да его тоже могут производить и производят из агавы то есть от этого самого кактуса так что возможно вероятно не исключено что название мехико произошло от имени это богини богини этого растения но существует и другие версии например бог бог войны ацтеков имел два тайных два тайных тайных имени мяцли и меши и таким образом получается что мехико можно понять как название этой страны можно понять как земля бога меши то есть вот земля этого бога войны и наконец существует еще одна каноническая версия возникновения названия страны под государства под названием мексика это сложно составное слово из языка ацтеков индейцев ацтеков два слова мест ли и ксит ли то есть пупок луны самые середины нашего государства что неизбежно отсылает нас такая литерация которая отсылает нас к название страны китай на на наречии мандаринов название страны которые у нас произносится как китай по русскими виду произносится как слово чугоку и тоже сложно составное слово состоящий из двух иероглифов середина и государство то есть срединная страна срединная империя вот откуда это пошло то есть вот как раз китай это со та самая страна которая как раз находится под поком богов самой середине всего вот то что я хотел вам рассказать о нашем северном соседи канаде и о нашем южном соседи мексике а теперь перейдем к соединенным штатам америки у нас 50 штатов сколько бы один из предыдущих президентов не утверждал что у нас их 52 вот хоть режьте меня на части 50 и все 25 названия штатов привнесли европейцы а еще 25 нам достались наследство от индейцев самых разных этнических групп вот друзья мои вы помните некоторое время назад приблизительно полгода так на сергей зацепин сидящий напротив меня и я мы вам рассказывали вдвоем кроме сдержек и противовесов вот это странный так нелюбимые европейцами система выборов от индейцев нам досталось еще много чего но вначале о европейцах европейских названиях штатах мог скажем штат муизиана этот штат некогда принадлежащая франция носил носил и носит название короля людовика а уже потом когда франция вагнавес наполеоном бонапартом начала свою военная экспансия у этого государства просто не хватило не хватало денег как на армия так она охрана этой заморской территории результате чего наполеон бонапарт за небольшую сумму там сколько-то миллионов долларов в тех тех еще золотых долларов продал свою колонию под названием луизиана американскому правительству или скажем штат вирджиния как западная вирджиния вирджиния это название было дано в честь королевы елизавета которая так и не вышла замуж так и осталось в ирджин то есть вот как бы невинный или штат джорджия который назван был назван в часть в честь короля георга второго или штат мэриленд который был назван в честь жены короля карла кстати говоря мэриленд поскольку название название можно возвести либо в древнеегипетскому слова любимая либо в древнееврейскому слова горькая мария мире мэри вот это вот все такие более или менее понятное название или скажем скажем калифорнии с калифорнии с калифорнии немножко все по-другому первое что возникает что первая ассоциация которая возникает к мы слышим снова калифорния это слово халиф такое впечатление как будто по каким-то непонятным причине по каким-то непонятным причинам этот штат назвали в честь какого не халифа например халифа гарона аль-рашида например не знаю но это неправда это неправда значит калифорния которая стала между прочим тридцать первым штатом соединенных штатов америки это произошло в восемьсот пятидесятом году так вот название штата калифорнии возникло в результате того чтобы очень моден роман свое время испанского испаноязычного писателя гарсиа родригеса де мантальва который назвал свой роман деяния эспенадина так вот там описывался остров священный остров божиных которые он назвал калифорнии а поскольку в те времена там было очень много было чрезвычайно сильно влиянием мексики то таким образом этот штат и получил свое название калифорния там было южная калифорния северная и средняя калифорния огромная часть этого теперь соединенные штаты америки вот как возникло название название калифорнии но и есть конечно есть еще и другие названия которые как бы само очевидно когда он когда мы слышим название штата вашингтон то понятно в честь кого он назван или дистрикт вашингтон дистрикт колумбия тоже понятно что он назван в честь президента вашингтона или скажем более или менее понятно такое название как детройт этот детройт по-французски до 3 дары тут то есть дорога к озеру эре вот как возникло название города детройт бывшей столицы автоматом мирового автомобиле строения ну и многие другие названия они как бы самоочевидно есть некоторые которые требуют какого-то пояснения на чем мы только что остановились но это вот такие европейские названия помимо европейских названий как я уже упомянул у нас существует 25 штатов которые несут в своих названиях воспоминания о том что здесь когда-то жили воевали любили дружили создавали свои государства индейцы сейчас мы о них немножко поговорим об этих вот штатах значит их можно разместить вот эти названия штатов в трех группах гидронимы этнонимы и особи и штата как название которых описывают некие особенности местности начнем с гидронимов то есть штатов которые несут своих своем название своих названиях название рек или название воды так в общем смысле так начнем вот connecticut это штат название которых нам досталось от индейцев он гонкин означает великая река или мишиган это и штат и озеро на берегу которого мы проживаем мишиган обозначает также великая река или же по-другому его можно перевести как река собирающая все воды штат мизури мутная река небраск широкая река миннесота тоже мутная река и наконец последний из гидронимов носит это ахайо тот самый переводится как хорошая вода кстати загадочный штат вот сергей сидит напротив и не даст мне соврать не было еще республиканских президентов претендентов на овальный кабинет которые бы стали президентами не выиграв штат ахайо вот не было может быть когда-то и появится а пока не было поэтому так важен вот как это ни странно так важно вот победа именно в этом штате победил штате ахайо считая что у тебя дорога проложена это вот гидронимы а есть еще штата которые условно называются этнонимы и к ним мы относим как довольно много штатов я сейчас перешь перечислить этнонимы то есть штата несущие в своем названием своих названиях название индийских племен которые там проживали которые там вот охотились и жили их довольно много это штата алабама арканзас иллинойс кэнзас массачусетс дакота окнахома юта и штат техас а кроме того к этим вот к этнонимам относится еще нашего южного соседа штат индиана то есть штат где проживали штат как можно перевести как земля где проживают индейцы индиана вот это вот этнонимы а есть еще довольно большое количество штатов которые как бы не своих названиях несут некие описания это штата его красивая земля кентаки земля лугов аляска великая земля и наш северный сосед вискансен название которого переводится как великая страна великих травянист травянистых равнин вот так вот но не следует думать что индейцы нам оставили в наследство только название штатов а вот например широко распространенное слово тамагавк или макосины наконец название гора палача это все индейцы это они нам оставили эти звучные названия но однако все-таки поговорим немножко о нашем северном соседи штате штате вискансен штат который как я уже сказал название который переводится травянистые зеленые равнины самым большим городом штата вискансен является мелоки а мелоки в переводе с одного из индейских языков переводится хорошая земля место сбора воды а на самом юге штата вискансен я имею ввиду южная граница вискансена и штата иллинойс есть город который называется вакирин многие из нас ездили ты каждый день проезжает по по улице которая называется вакирин роут так вот вакирин кстати говоря вакирин это один из самых северных пригородов города чикаго а пригородов у нас много вот этих вот сабаров их аж больше двухсот их аж больше двухсот так вот вакирин переводится как маленькая крепость или маленькая такое укрепленное место вот что так вот когда он должен переводить мы можем перевести с одного из индейских языков слова вакирин или название вакирин как вам угодно вот то что я хотел как у очень коротко сказать об нашем северном соседе вискансен я нашим южном соседи штате индиана а теперь несколько слов об штате иллинойс о городе чикаго и некоторые других городах в нашем штате значит штат иллинойс значит он это нас нас это название этого штата досталось нам в наследство от конгномератов на раз на рождающегося в четырнадцатом веке государства индейцев и иллинойсов значит у нас даже там в середине штата есть еще городок который вот сохранил киха она кажется называется который был каким-то формальным центром вот этой самой иллинойской культуры иллинойского государства вот и теперь значит это не никак не переводится просто само название какого-то из индейских племен мизурийской культуры кстати от них все осталось не только название от кахана вот там в середине штата где у них был центр так сказать и юридический но и 109 курганов которые до сих пор раскапывают что-то находит находит что-то интересное действительно но поговорим поговорим немножко о городе чикаго городе небоскреба город который я люблю в котором мы все во всяком случае многие радиослушатели проживают значит два варианта происхождения этого названия потому что было два племени с языка которых мы переводили самое распространенное объяснение видим потому что это племя было более многочисленное город название чикаго обозначает дикий лук но есть еще одно название многие вот обращали внимание что чикаго особенно живущие на юге они произносят название нашего города не чикаго а щикаго так вот название это произношение этого слова щикаго далеко не случайно потому что на одном из индейских языков щикаго то есть играющая вода вот как можно еще перевести название нашего города ну и несколько слов о нашем городе значит он третий по величине на территории соединенных штатов после лос-анджелос и нью-йорка или после нью-йорка еще и и его сандра у вас во всяком случае это третье по цензуса то есть по переписи населения 2017 года в нашем городе проживает около девяти с половиной миллионов человек я вам сейчас скажу как распределены по этническим группам эти девять с половиной миллионов значит белого населения на 2017 год было 45 процентов афроамериканцев почти 33 процента американцев чикагоцев азиатского просто происхождение пять с половиной процентов может быть вы удивитесь но у нас проживает даже индейцы вот наследники вот этих вот племен которые когда-то здесь жили и дали название этому города их окна полу процента кстати говоря моя покойная жена у нее был коллега как раз вот индейцы и должен сказать что когда он ученикам говорил встать по стойке смирно и слушать и не болтать то они вас слушали без первого беспрекословно он обладал к такой определенной харизмы чем удивительный человек был я увидел пару раз симпатичным очень грамотный парень вот я скажу больше у нас испаноязычных чикагоцев почти 29 процентов вот так вот а есть еще такой любопытный факт что после города варшава в чикаго же чикаго это по количеству этнических поляков это второй город в мире именно поэтому у нас вот есть если ехать по улице под названием милок туда на юг там есть польская деревня а вот чуть-чуть на на восток ближе к озеро есть такой пригород который называется скоки хотя и хотя это название звучит каким-то странным образом немножко по-индейски но я скажу нет я скажу нет этот пригород скорее всего назван по каким-то уж не знаю как это произошло не раскопал литература но скорее всего название этого пригорода привнесли поляки потому что есть такой город недалеко от белоруссии в польше он как раз так и называется скоки более того брестской области есть был есть город в белоруссии который тоже так называется скоки вот такие вот удивительные вещи раскопал по поводу что по поводу того что мы можем видеть по простому на карте кстати говоря еще несколько слов несколько слов по поводу нашего города ведь этот город еще называют иногда городом небоскребов и далеко не случайно сейчас я вам расскажу почему значит самый первый небоскреб вы не поверите господа но он был аж 42 метра и целых 10 этажей был построен в городе чикаго а в дальнейшем было построено еще несколько небоскребов в том числе до 2009 года в даунтауне нашего города располагалось самое высокое здание в мире которая в те времена называлась сирс-тауэр это вот то самое здание которое теперь называют вилис-тауэр в нем 442 метра и 108 этажей кстати говоря все кто поднимался на экскурсию на эту смотровую площадку в сирс-тауэр могли заметить две любопытные фотографии там два портрета в полный рост вернее такая стена и стена и роспись они даже не на как правильно сказать 44 45-х президентов соединенных штатов америки и там буквально написано что сорок четвертых президентов от первого этажа и до самого последнего столько-то человек сорок пятых столько-то но я вам не буду говорить каких президентов больше сходите на экскурсии и посмотрите это любопытные цифры это любопытные цифры кроме сирс-тауэр которым как я уже сказал 108 этажей 442 метра есть еще несколько высотных зданий расположенных даунтауне чикаго это и хэнкок тауэр и продается его и еще несколько все это красивое здание эти здания были построены великими архитекторами это вообще мне очень нравится даунтаун чикаго он хотя и поменьше чем нью-йоркский скажем даунтаун намного более симпатичным может быть потому что он более компактный особенно вот нравится пройтись другой раз вечером по этой самым магнит мая очень красивая очень красивое зрелище и очень много там всего симпатичного сходите на экскурсии господа посмотрите вам будет интересно пройтись по городу чикаго что сергей у нас кажется время заканчивается к сожалению даже если бы побольше времени тому рассказать то я вам рассказал еще о городе понтяк и рассказал бы о том как убили этого второго великого индейского полководца ну как-нибудь в другой раз ибо борис всего доброго друзья